Итак, пожалуйста, подготовьтесь. Расслабьтесь. Начали. От легкого взмаха его рук пустели улицы Советского Союза. Молчание под жестикуляцию тогда была самой рейтинговой программой Центрального ТВ. На экране с тех пор он не появлялся, но о нем помнили. С уходом Алана Чумака ушла эпоха, когда люди верили или хотели верить в чудо. Сеансы телевизионной терапии в 89-м захлестнули трещащую по границам страну. В коммунизм уже не верили, а в Бога только начинали. В череде неурядиц, дефицит и седовласый интеллигент стал проводником в мир стабильности. Смена ориентиров, смена парадигм, эпоха перемен, кризис. Все вместе это сыграло роль такого триггера, запустившего неуверенность. В нестабильную эпоху мы чувствуем неуверенность и нам нужна помощь. С психотерапевтом Дмитрием Ковпаком вглядывая старую запись, мы пытаемся понять эффект Чумака. Он же по большей части молчит, только жестикулирует руками. За счет чего происходит вот этот эффект? Если мы осознаем контекст, то тогда будет понятна уже структура самого сеанса. Поскольку есть некая прелюдия, разъясняющая, что сейчас будет чудо, то человек уже настроен на чудо. Он одет, как простой советский человек. Поношенный свитер поверх чистой рубашки. Больше похож на работника какого-нибудь НИИ. Тем самым вызывает доверие. А тут еще и магическая сила телевидения. Просто так же телевизор. Никого не пустят. Там проверили, наверное, и ЦК КПСС проверила, и КГБ проверила. Значит, есть что-то за этим. А все оказалось гораздо проще. Алан Чумак был журналистом, и выходы на руководство советского телевидения у него были. Он сам работал там спортивным комментатором. Выпускник журфака МГУ сотрудничал также с московскими газетами и трудился в агентстве печати новости, бывшем Совинформбюро. А в 42 года внезапно открыл в себе дар исцеления. Поговаривают, озарение пришло во время подготовки разоблачительных статей о магах-целителях. Глубоко погрузился в тему. Фактически создал свой первый видеоблог. То есть он, можно сказать, был первым видеоблогером, который поймел, так сказать, если в современном выражении, первый хайп. Те, кто обычно делают это первыми, обычно получают очень большую, чистую, чистый результат. Современные пиарщики считают Алана Чумакарда начальником своей профессии в стране. Ну а как иначе? Своё имя он превратил в бренд своими же руками, причём в одиночку. Когда пришла популярность, на встречи с Аланом Чумаком приходили целыми городами, если посчитать. Мы начинали рано утром в восемь и за день я проводил шесть встреч. А хвост стоял два километра, тех, кто желал попасть, на два километра шириной 15 метров. Мы не успевали всех принять. Встречи были бесплатными, зато на них можно было приобрести заряженную воду или крем. По силе действия их считали наиболее эффективными. Но большинство домохозяек предпочитали ставить банки с водой всё же у экрана. Мужчины заряжали что покрепче. Это ведь дослез, вы понимаете, как матери? Я хочу сказать, не то что спасибо, а вот на коленях могу сказать, спасибо при всех. Конечно, всякая газета считала своим долгом опубликовать интервью с целителем. А он никому и не отказывал. Этот тираж «Вечерней Москвы» от 1 сентября 89-го избежал участи большинства советских газет стать обёрточным материалом или скатертью. Ведь он оказался заряженным благодаря портрету Алана Чумака. Номер раскупили вмиг. Потом долго хранили среди важных документов, прикладывали к больным местам или просто вешали на стену. Кстати, купон на подписку тоже оказался целебным, о чём не забыла напомнить редакция. Ни во что эта Лада Ступишина в ту пору студентка Мгемони верила. Отдыхая на каникулах за городом и мучаясь от аллергии, она, как и многие, смотрела на человека, водящего руками по экрану. Скорее, чтобы убедиться, всё это выдумки. Десять сеансов, как сейчас я помню, я просидела перед телевизором. И поскольку я как раз была на воздухе за городом в Подмосковье, я практически сразу обнаружила, что больше нет ни насморка, ни кашля, ни конъюнктивита. Я стала спокойна абсолютно нюхать цветы. Сработал это эффект плацебо или правда чумак помог, теперь уже не скажешь. Но Лада убеждена, целителю и сейчас бы поверила. Есть что-то, что сейчас неизвестно науке, но что было в возможностях чумака. Ну почему бы нет? Сейчас уже прошло 27 лет, у меня другие появились болячки, скажем так. Почему бы нет? Чумаку я поверила бы, если бы он сейчас что-то такие сеансы проводил бы. Наверное, да, почему нет? Наука в действиях человека с экрана видела лишь обман. Некоторые энтузиасты пытались замерить силу чумака, словно радиацию. Питерский профессор Константин Коротков уверен, ему это удалось. Идея была посмотреть, насколько человек умеет влиять своим полем, своим мышлением, своим сознанием на окружающие объекты, на разные датчики, и насколько он умеет что-то чувствовать. Этот эксперимент стал началом долгой дружбы, а она, как известно, не нуждается в доказательствах. Человек эмоциональный, заводной был, он завелся. И вот в тот момент, когда он завелся как раз, потому что у нас была синхронизация по времени, в этот момент очень четко пошел эффект на наших датчиках. Было дело, что Алан Чумак своей энергией заряжал воду не литрами, а кубометрами. Его однажды пригласили для этого в московский бассейн «Чайка». Наверняка это придало уверенности руководству спортобъекта, но от хлорирования воды на всякий случай решили не отказываться. Официальная наука спустя десятилетия тоже неизмена своей точки зрения. Александр Панчин входит в комиссию по борьбе с лженаукой. Пока мы беседовали о свойствах воды, провели эксперимент. Один стакан по всем канонам зарядили у монитора, второй оставили подальше от экрана, на всякий случай. Я вам сейчас дам два стакана с водой. Один стакан мы, скажем так, зарядили, а другой просто налили из кулера. Сможете определить, где заряжено, а где нет. Как я понял, Чумак говорил, что от воды должно пахнуть озоном, если ее зарядили. Конечно же, она на самом деле не заряжена, но... Я не чувствую никакого запаха. Я не чувствую никакого вкуса. Может быть, это чуть более холодно. А прилива сил нету? Все, я стал суперменом. Если честно, я просто хотел попить на самом деле. Постепенно официальная наука все же дожала чародея. Минздрав запретил проводить массовые сеансы исцеления. Впрочем, Алан Чумак нашел способ не расставаться со своими поклонниками. Такие собрания он стал называть творческими встречами. И все так же продавал на них заряженную воду и книги, которые успел написать за годы популярности. Своё журналистское прошлое Алан Чумак все же не забывал. В газетах нет-нет, да и выходили его авторские колонки. Вот, например, одна из них под названием «Климат вашего дома». В газете «Куранты» за 4 октября 1996-го. Совет Аталана Чумака. Окропите заряженные водой стены, слегка окропите кровать в спальне. Вы не увидите, но почувствуете, как дом ваш наполнился озоном. Легче стало дышать, а главное, легче стало на душе. На этом сеанс окончен. Я хочу пожелать вам здоровья, спокойствия, всего самого лучшего. До свидания. Максим Красоткин, Данил Гончаров, Алексей Распопов, Александр Зазуля. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова